Бюст Сталина установит возле здания обкома КПРФ. Такое решение сегодня одобрил городской худсовет. Должен ли быть в городе памятник генералиссимусу? И если да, то где именно? Эти вопросы вызвали много споров. Общественники обсуждали их три года. Проводили даже опрос среди горожан. И вот решение принято. Когда откроют скульптуру, расскажет Александр Сольдин. Решено памятнику Сталину в Новосибирске быть и располагаться он будет возле вот этого старинного здания на улице Большевистской обкома КПРФ. Там, где сейчас находится его портрет. Территория будет открыта. Соответственно, все, кто имеет желание к нему подойти, будут иметь такую возможность. В ночное время территория закрывается. Будет установлена система видеонаблюдения. Новосибирские коммунисты убеждены, времена борьбы с символами той эпохи, когда страна жила под красным флагом, сейчас прошли. Например, вот этого Ильича как-то покрасили. Для этого вандалы приложили недюжинные усилия. Ночью перебирались через забор. Сейчас же сюда с удовольствием приходят новосибирцы и гости города, чтобы сфотографироваться. Задача стоит такая, что 9 мая этого года памятник открыть. Сталин – это очень крупная историческая фигура, при которой наша страна, на мой взгляд, достигла пика своего могущества. То есть это и победа в Великой Отечественной войне. И, собственно, город Новосибирск строился и развивался во многом в его эпоху. Установить памятник Сталину предложила инициативная группа горожан. Впервые, еще когда мэром был Владимир Городецкий. Второй раз к вопросу вернулись три года назад. Активисты собрали полмиллиона рублей на бюст и тысячи подписей в поддержку своей идеи. Дважды художественный совет отвергал установку бюста Сталина в общественных местах. Это важно, потому что на общественных территориях должны устанавливаться памятники тем личностям, в отношении которых достигнуто общественное согласие. Вопрос об установке памятника на территории обкома КПРФ – это компромиссное решение. Фигура Сталина остается, пожалуй, самой неоднозначной в отечественной истории. Возможно, кому-то памятник поможет понять, что 30-е и 40-е годы прошлого века были не только трагической, но и героической эпохой. Александр Сульдин, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра. Спасибо. Спасибо.